Как включить монетизацию видео на YouTube в медиа сети UDK Заходим в YouTube, открываем наш канал, подключенный к медиа сети UDK Прежде всего убедитесь, что канал действительно уже подключен и на вкладке канал статус и функции отображается ScaleUp Affiliate После этого переходите в менеджер видео и сейчас вы можете включить монетизацию либо на всех ваших видеороликах, либо отдельно на каждом Если у вас уже достаточно большое количество видео на канале то есть смысл включить одновременно на всех Для этого нажимаем вот сюда на галочку и дальше можно нажать на кнопку выберите все свои видео Теперь переходим к включению монетизации Открылся выпадающий список Нажимаем политика использования Здесь должен быть вариант monetize in all countries то есть монетизация во всех странах Нажимаем на кнопку добавить действия и выбираем пункт форматы объявлений Здесь отмечаются те форматы рекламных объявлений которые вы хотите включить в ваших видеороликах Для максимального дохода я рекомендую выбирать все галочки После того как вы выбрали все необходимые настройки вы нажимаете на кнопку отправить Далее выводится сообщение о том что вы пытаетесь обновить большое количество видео Нажимаем на галочку я понимаю что действие нельзя будет отменить Это ничего страшного все нормально И нажимаете на кнопку да внести Дальше начинается обработка ваших видео Ничего не трогайте пока не получите соответствующие уведомления Сейчас отображается индикатор Идет обработка и указано сколько видео отредактировано Принимайте во внимание что если на вашем канале большое количество видеороликов их редактирование займет продолжительное время 5 минут 10 минут В это время не закрывайте вкладку Дождитесь окончания операции Теперь мы видим что обработка завершилась Монетизация включена Включенная монетизация отмечается долларом синего цвета Если доллар имеет серый цвет значит монетизация данного видео не включена Также при наведении вы можете видеть что данный видеоролик для коммерческого использования Давайте для сравнения отключим где-нибудь монетизацию и посмотрим как выглядит там Если вы хотите отключить монетизацию на одном видео нажмите на кнопку изменить Перейдите на вкладку монетизация И выберите здесь вариант Track in all countries То есть отслеживание во всех странах Нажмите сохранить Изменения сохранены Если мы вернемся в менеджер видео и обновим страницу То мы увидим что здесь доллар стал серого цвета И при наведении на него курсора отображается надпись не монетизируется Все предельно ясно Для видеороликов продолжительностью более 10 минут вы можете задать рекламные паузы Как это сделать? Выбираем видео продолжительностью более 10 минут Нажимаем на кнопку изменить Переходим на вкладку монетизация И здесь появляется меню задачи рекламных пауз В ряде случаев можно нажать на кнопку выбрать размещение Тогда система автоматически подберет позиции В которые по ее мнению оптимально поставить рекламные паузы Но в данном видеоролике система не может рекомендовать размещение рекламных пауз Поэтому мы можем сделать это самостоятельно Также доступен просмотр данного видеоролика в миниатюре Его можно включать и даже выключать Чтобы добавить рекламную паузу Наведите вот этот курсор на нужную позицию видео И нажмите на кнопку вставить объявление Вы можете поступить иным способом Нажать на кнопку изменить несколько рекламных пауз И вписать паузы здесь В формате Сначала идут минуты, потом секунды Если видеоролик длиннее часа То можно ставить сначала часы Например, 1 час Двоеточие 5 минут 05 Снова двоеточие 15 секунд Это значит, что в позиции 1 час 5 минут 15 секунд Будет рекламная пауза Но данное видео имеет меньшую продолжительность Поэтому логично поставить Рекламную паузу раньше Например, 7 минут 0 секунд И после этого можно нажать ОК Если вам нужно здесь задать больше 1 рекламной паузы То мы можем поступить следующим образом Например, 3 минуты 0 секунд, запятая 7 минут 0 секунд Рекламные паузы разделяются запятой Запятая и пробел Дальше, например 9 минут 0 секунд Технически это записывается так Теперь, что касается показателя удержания аудитории Если мы поставим вот такие рекламные паузы Это будет очень нехорошо Почему? Потому что слишком много рекламы в одном видеоролике Чтобы не допускать снижения удержания аудитории Чтобы зрители не уходили с ваших видео из-за избытка рекламы Не злоупотребляйте рекламы в ваших видеороликах Помните, что жадность это путь к бедности Поэтому ставьте рекламу исходя из следующего принципа Для видеороликов продолжительностью до 30 минут Рекомендуется одна рекламная пауза Ближе к первой половине видеоролика В данном случае можно оставить ее в позиции 5 минут И остальные паузы убрать После этого нажать ОК Для видеороликов продолжительностью от 30 минут до часа Рекомендуется 2 или 3 рекламные паузы Смещайте рекламные паузы в сторону первой половины видео И не ставьте их по возможности чаще, чем раз в 7 минут Почему не рекомендуется ставить рекламу в конце видео? Потому что по мере просмотра вашего видеоролика Снижается показатель удержания аудитории То есть не все зрители просматривают видео до конца Это значит, что необходимо по возможности располагать рекламу Ближе к первой половине видеоролика Для особо длинных видеороликов можно допускать до 4-5 рекламных пауз И включать все форматы объявлений Также помните, что объявления без возможности пропуска Являются самыми дорогими Но в то же время они могут оказать негативное влияние Отрицательное влияние на показатель удержания аудитории Потому что зритель вынужден просматривать такую рекламу И он не имеет возможности ее пропустить Это значит, что если вы хотите максимально заработать с этого видео Обязательно включайте эти форматы объявлений Если вы хотите максимально сохранить удержание аудитории Тогда не включайте рекламу без возможности пропуска Логика проста Далее Помните, что через вкладку монетизация вы можете изменять настройки монетизации любого видео Еще раз напомню В менеджере видео вы нажимаете на кнопку изменить И переходите на вкладку монетизация Так вы управляете настройками монетизации ваших видеороликов А сейчас задайте настройки рекламы На ваших видео Сделайте это в пакетном режиме, как было показано в начале Либо вручную на каждом видео Не забудьте задать рекламные паузы на длинных видеороликах И помните, что рекламу можно включать только на тех видео На которых нет выявленных системой Content ID нарушений Если в менеджере видео рядом с вашим видеороликом будет надпись Обнаружен сторонний контент, совпадение со сторонним содержанием и так далее Либо видео заблокировано в нескольких странах или во всем мире На таких видеороликах включать рекламу нельзя Более того, вот что я вам скажу На вашем канале не должно быть видеороликов На которых выявлены нарушения авторского права Избавляйтесь от таких видеороликов Решайте вопрос с правообладателем И тогда все будет в порядке На этом все, что касается настройки монетизации видео Медиасеть UDK Спасибо, что вы с нами